Два российских клуба сегодня вечером проводят очередные матчи в розыгрыше Футбольной Лиги Европы. В 23.05 по Москве Краснодар в Германии встретится с Вольфсбургом, а встреча Динамо и Штарил уже началась. На месте событий в Химках работает наш корреспондент Кирилл Планкин, и сейчас он выходит на прямую связь со студией LifeNews. Кирилл, добрый вечер. Есть ли изменения в составе Динамо по сравнению с матчем Премьер Лиги против Локомотива, в котором в воротах Габулова побывало аж 4 мяча? Да, Дим, приветствую тебя. Ну что ж, сегодня Динамо противостоит не самый сильный, не самый грозный соперник португальский Штарил. Откровенно говоря, один из явных аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги Европы. Но, с другой стороны, сегодняшняя игра для белых-голубых очень важна, потому как именно сегодня Динамовцы в случае победы могут обеспечить себе досрочно участие в раунде плей-офф Лиги Европы. А я напомню, что именно эта задача является одной из главных, одной из приоритетных для подопечных Станислава Черчесова в текущем сезоне. Что касается состава Динамо, то надо сказать, что он практически ничем не отличается от того состава, который выбрал Станислав Саламович на игру против Локомотива в последнем туре Чемпионата России. И практически те же футболисты вышли сегодня на поле против португальского Штарила. Но, Дим, ты, наверное, не просто так упомянул фамилию Габулова. Действительно, было очень много вопросов и у болельщиков, и у футбольных экспертов, и у представителей прессы. Кто же сегодня выйдет в стартовом составе Динамо? Кто будет защищать ворота Динамо? Доверит ли это место в основе главный тренер команды Станислав Черчесов Владимиру Габулову, который пропустил, как ты правильно заметил, аж четыре мяча от Локомотива? Но, с другой стороны, Дим, если даже сейчас возвращаться к той игре, можно смело сказать, что Владимир Габулов был одним из лучших в составе своей команды в игре с Локомотивом. Очень много выручал, ну и я думаю, что если бы не он, то, наверное, Динамо могло проиграть куда с более крупным счетом. Ну и, в конце концов, Станислав Черчесов, главный тренер команды, в прошлом, кстати, тоже голкипер, наверное, ему, как никому другому, виднее, кто из его подопечных подходит в наиболее оптимальных, как физических, так и психологических кондициях непосредственно к сегодняшней игре. Так или иначе, сегодня ворота Динамо защищает Владимир Габулов, ну а нам остается только пожелать ему удачи и, конечно же, не пропустить. Дима? Да, спасибо большое тебе, Кирилл, с твоей помощью будем следить за развитием событий в Химках. На прямой связи с нашей студией был корреспондент Кирилл Планкин. Он работает на матче Футбольной лиги Европы «Динамо» и «Штарил». Позади половина первого тайма и счет пока не открыт.